Поэтическое расстояние. Какими свойствами оно обладает? В прошлый раз уже было. Оно обладает свойством нерависти треугольника. Даже свойством сильного нерависти треугольника. Нерависти треугольника гласит, что для любых трех чисел, если вы словите вот такие вот расстояния, от А до Б и от Б до С, то это будет больше и равно, чем расстояние от А до С. Вот это просто обычный механизм треугольника. А сильное означает, что наибольшее из вот этих чисел, А-В и В-С, больше и равно, чем А-С. Вы в прошлый раз даже не могли показать, но тем более... На самом деле, есть еще одно свойство, а именно, когда берешь любые два ненуниубых числа, то выполнена вот такой вот расстояние. Это первое для любых числа, потому что если кто-то из них ноль, то просто здесь будет ноль, и должен тоже получать не только равновесие. А вот теперь давайте я докажу замечательное предложение, которое называется теорема Островского. Оно довольно трудное, весьма неожиданное, но, с другой стороны, теорема Островского. По сути, кроме более вещественных чисел и кроме поэтических, по сути, ничего нет. То есть, так, формулировка, если, ну, как говорится, поэтическая и эмоциональная, то бывает только в поле вещественных чисел и поле вещественных чисел. На самом деле ничего другого не бывает. Давайте пытаемся понять, как этому придать точный смысл. А вот как. Давайте вот эти вот свойства запишем в качестве требований. Итак, мы будем говорить, что у нас нормированное поле и нейтрализованное поле. Давайте нормированное. Итак, что такое норма? Это вот что такое. Это функция, которая обладает, пусть, f от x, y, это f от x умножить на f от y. Дальше. f от единицы, это единица. f от нуля, это 0. f от x плюс y меньше или равно f от x плюс f от y. Эта функция f отображает множество рациональных чисел в множество неотлицательных вещественных чисел. Ну и на самом деле все-таки это нужно еще одно требование. Потому что если по метактике существует совсем такая простая функция, которая равна нулю в нуле и единице во всех остальных точках. Существует такое число x, которое не равно нулю, что f от x не равно единице. То есть нельзя так, чтобы все значения были просто равны единице. Хотя бы какое-нибудь отличие от единицы, значение должно быть. Так вот, ребята, оказывается, мы можем выписать некоторое количество таких функций и выясниться, что никаких других не бывает. Давайте сейчас я это сделаю, и это будет такой первый шажок. Скажите, пожалуйста, какую-нибудь самую простую функцию, которую уговоряет требования. Ф от x равно x. Чего? x. x нельзя. Потому что требуется, чтобы значения были обязательно неотлицательными. Модуль x. Вот модуль x, конечно, может. Так. А еще? x в квадрате. x в квадрате. А там вот есть такая штучка. f от x плюс y не больше, чем f от x плюс y. x в квадрате меньше или равно, чем x в квадрате плюс y в квадрате. Потому что, ну, когда сколько тебя скажешь, получится 2x в y меньше равна нуля, а так не при всех остальных. Значит, x в квадрате не годится. Давайте думаем дальше. Корень n-ой степени из... Половина. На самом деле можно взять и не в квадрат возвести, а извлечь корень. Или вообще возвести в какую-нибудь степень, где показатель степени больше нуля и меньше единицы. Давайте я сразу объясню, почему нельзя возводить в степень... Меньшая равна, потому что, помню, сам тоже говорится. Почему нельзя возводить в степень с слишком большими указателями? Смотрите, господа, вот у нас там есть f от x плюс y не больше, да? Давайте в качестве x и y подставим единицу. Тогда будет так. 1 плюс 1 в степени альфа должно быть не больше, чем 1 в степени альфа. Плюс, хотя модуль единицы это единица, поэтому это неинтересно. Итак, здесь у меня будет 2, а тут будет 2 в степени альфа. Получится 2 в степени альфа не больше, чем 2. Ну, значит альфа не больше единицы. Кстати, интересно, а развести в отрицательную степень можно? Или нельзя? Вот такая функция интересна. Модуль x в степени минус 3. Удовлетворяет неравенство треугольника или неудовлетворяет? От нуля от нуля от нуля от нуля от нуля? Нет, от нуля от нуля от нуля. Нуля от нуля в любом случае. Ждай. Вроде так. Вроде так. Давайте посмотрите. Вот давайте берем такую функцию. Модуль x в минус 3 степени. И спрашиваем, удовлетворяет она или нет. В нашем деле. Вот я почему-то написал, что альфа от нуля до единицы. А может быть я не прав? Вот на самом деле можно было. Смотрите, если есть два часа а и б. Ну так что а и б большие числа, а а плюс б маленькие. О, молодец. А плюс б могут быть большими, но разного знака. Давайте посмотрим не один плюс один, а давайте посмотрим такую замечательную вещь. Вот для этой функции. Возьмем 1000 с плюсом и 999 с минусом. Смотрим. 1000 минус 999 и минус 3 степени. Должно быть меньше или равно, чем 1000 минус 3 степени. И 999 минус 3 степени. Так, слушайте. 1000 минус 999. Сколько будет? Один. Один минус третий, это тоже один. А здесь одна миллиардная, ну и, конечно, чуть больше, но не сильно, больше, чем миллиардная. Вот, получается, что один меньше или равно, чем 3 миллиарда. Все понятно? Да. А как бы это нам строго объяснить? Вот не на этих конкретных примерах, а, ну, как-нибудь так четко объяснить, почему альфа не может быть отрицательным числом. Ну, потому что я, конечно, для минус трех объяснил, но это с другой стороны, слушайте. А, может быть, действительно взять и написать здесь просто любое отрицательное число нуля. Вот здесь стоит число альфа, где альфа меньше нуля. Тогда здесь будет то же самое число альфа, и здесь будет то же самое число альфа. Только, конечно, надо брать не тысячу, а надо брать здесь, ну, как, n плюс 1 и n. И тогда получится замечательная вещь. Здесь у нас будет n плюс 1, здесь будет n, здесь n плюс 1. В отрицательной степени это стремится к нулю. Замечательно. Здесь будет n. То же самое в отрицательной степени стремится к нулю. Эти будут предостаточно большими, а там у нас единицы. Все, отлично. Значит, я написал правду. Альфа 0 и 1. Ну и кто-то догадается еще один пример такой функции f. А умножь тобой или х в степени альфа. Нет. Если ты умножишь на некоторую константу, то совершенно понятно, что вот в этом месте произойдет. Представь себе всю функцию я умножил на число. Тогда у тебя правая часть умножилась на квадрат этого числа, а левая часть и что-то значит. Ребята, я прошло, говорил все прошлое занятие. И сегодня в начале прошло. Да? Поэзическое. Поэзическое расстояние. Поэзическое. Поэзическое расстояние. и которое совершенно было взято только для красоты. А на самом деле не требовало для нашей конструкции. Вспомните, пожалуйста, в определении биоидической метрики там была такая штука. Помните? Там было b в степени минус n. Было такое. Где n в этой локаче степени, да? Отлично, скажите пожалуйста, в этом месте что мы требовали от числа b? Потому что оно больше единицы. На самом деле мы от него требовали, чтобы когда n возрастает, чтобы это слух убывало. Все, что от него требовалось, это число больше единицы. В этом месте можно было написать не b-n, а любая величина. Это число должно быть больше единицы. Лямбда должно быть больше единицы. Некоторое фиксированное число. Господа, та же самая по сути ситуация, что с модулем. Вот можно модуль подвести в степень альфа, где альфа от миллиона единицы. И это все еще будет метрика. И там тоже самое. Можно было не ответить на p степень минуса, а любое лямбда. Где лямбда, любое альфа от миллиона единицы. Это число больше единицы. Итак, f от х, это и есть поэтическая методика. Вот это, в камычках я пишу. Поэтическая методика. В результате того, что необязательно в качестве основания степени брать p, а можно было брать любое число. На самом деле кое-что я не доказал. Я доказал, что альфа нельзя брать от отрицательного. Я доказал, что альфа нельзя брать больше единицы. Я не доказал, что любое альфа из вот такого множественных годится. Это, с одной стороны, просто. А с другой стороны, все-таки давайте это обратно запишем. Что сейчас надо доказать? Что mod x плюс y в степени альфа. Кстати, я всем понимаю, как при разном альфа выглядит эта графика или нет? Вот скажем, как выглядит, когда альфа равно одной второй? Все понимают, что это такая параболка? Ну, график корень из x. Вот здесь x, а здесь y равно корень из x. Хорошо, а когда альфа равно единице? Это будет просто y равно x. А когда альфа равняется, не знаю, одной двухсотки? Это будет что такое? Это будет, на самом деле, что такое. Вы любите, понятно? Вот, замечательно. Так вот, надо доказать, что вот такая штука не превосходит x в степени альфа плюс y в степени альфа. Ну, при любых веществах x и y. Смотрите, во-первых, здесь стоит модуль, здесь стоит модуль. Функция x в степени альфа возрастающая, поэтому на самом деле можно считать, что x и y положительные числа. При доказательстве. Замечательно. Если считать, что x и y положительные числа, то на самом деле можно взять и здесь вот везде поделить на и степени альфа. Тогда получится единица плюс y в степени альфа не больше, чем единица плюс y в степени альфа. y в степени альфа и получим такое неравенство, что для любого положительного t, t может быть, для любого положительного t 1 плюс t в степени альфа не больше, чем 1 плюс t в степени альфа. альфа не больше, чем 1 плюс t в степени альфа не больше, чем 1 плюс t. Ну, потому что иначе вообще вот эта штука у нас равна 1 плюс t в степени альфа минус альфа. Да. Вот, ну и понятно, что 1 делить на вот эту штуку у нас меньше, чем 1. Единицу делите на 1 плюс t в степени альфа минус 1. 1 плюс t в степени альфа минус альфа. А 1 плюс t у вас больше единицы. То есть вы больше единицы возводите в степени альфа. 1 умножить на вот эту штуку, это то же самое, что 1 делить на 1 плюс t в степени альфа минус альфа. Ну да. Вот эта штука у нас столько больше 1, а вся вот эта штука, значит столько и меньше 1. Да, я согласен. Значит, вот эта, просто больше 1. Да. Ну хорошо. А дальше что делать? Ну вот это правильно. Да, это правильно. Это я буду. Это я буду дальше. Значит, это... Да, 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 да. Ну почему? Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Еще раз то, что вы сейчас сказали. У нас есть штука под названием 1 плюс t умножить на 1 плюс t в степени альфа минус 1. А это то же самое, то 1 плюс t в степени альфа минус 1 плюс t умножить на 1 плюс t в степени альфа минус 1. Оказывается, что это не больше, чем 1 плюс t в степени альфа. Почему? Потому что единица не меньше, чем вот эта. Давайте поймем, почему. Значит, 1 плюс t больше единицы. Альфа минус 1 у нас меньше нуля. Это же отрицательное число. Поэтому на самом деле для того, чтобы это доказать, что t в степени альфа минус 1. Поэтому действительно не больше единицы. Первое изобретение все хорошо. Теперь почему здесь хорошо? А потому что 1 плюс t в степени альфа минус 1. 1 плюс t в степени альфа минус 1. У нас меньше или равно, чем t в степени альфа минус 1. Ну, давайте поймем, вот это же отрицательное число. Поэтому на самом деле, для того, чтобы это доказать, что t в степени 1 минус альфа меньше или равно, чем 1 плюс t в степени 1 минус альфа. То есть, когда перенесем это сюда, то есть, ну, а действительно, 1 минус альфа, положение числа, какие функции, соответственно. Не знаю, насколько это я объяснил, но, в общем, расскажет правду. Это не единственный способ это объяснять, но это действительно правда. Итак, мы доказали, что существуют вот таковые типы методики, и мы доказали, что существует такого типа методики. А вот теория московского говорит, что никаких других функций, методики, которые удовлетворяют, вот те вот свойства, то есть, помните, от произведения до произведения, и неразисти пеугольника, и то, что отправляет ноль, это не одинница, и существует слов, в котором никаких других функций нет. Это, на самом деле, очень важная теоретка. Она объясняет, что никаких конструкций, кроме любимых веществовых чисел, к которым мы привыкли, что все будут в школе, вы их учите в той или иной мере, и поэтических, про которые вы узнали недавно, но тоже это понятная конструкция, просто смотрим остатки отделения на все больше и больше степени простого числа П. Так вот, никаких других конструкций для более рациональных чисел такого типа с расстоянием теоретики просто нет.